Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомься с селектированным агентом Синтоналом. Меня зовут Анастасия Александровна. Информироваться в офисе разговора. Виктор Валерьевич, мы знаком? Подождите, Анастасия Александровна? Верно, верно. А фамилия ваша Анастасия Александровна? Петрова, Анастасия Александровна. Петрова? Да? Петрова, Анастасия Александровна. Как коллективское агентство у вас называется? Еще раз. Кредит менеджмент называется электростайгент. Это от какого банка? Какого банка вы сейчас представляете? Альфа-банка? От Альфа-банка звонок. Мы являемся вечерней организацией от Альфа-банка, да. Сегодня мне от Альфа-банка уже звонок поступал по банку. Может такое быть? Я не вижу такой информации. А, значит, наверное, коллеги ваши с других банков. Ну, вы отказываетесь от верификации данных, да? Была такая информация. Точно, точно. Вот. А с кем это связано, что вы отказываетесь от процедуры верификации данных? Ну, потому что по телефону разглашать свои данные, называть свой номер паспорта, ну, это глупость на самом деле. Я думаю, что вы на моем месте тоже так же сам поступили. Бывает, по телефону звонят мошенники, я не конкретно вас имею в виду, я и говорю вообще. Бывает звонят мошенники и таким образом, вот, к примеру, интересуются какие-то данными моими, да? Которых у них не хватает для того, чтобы, например, взять еще... Дата рождения является общедоступной информацией. Ну, не знаю, насколько она общедоступная, моя дата рождения. Не знаю, не знаю. Хорошо, есть обязательства передать по банкам. По каким причинам снисполняете? А, вот это уже второй вопрос. Видите, сейчас верификация уже не нужна, правильно? То есть вы готовы задавать вопросы и без этого. Нужна будет, если я буду вам... Если я вам буду непосредственно озвучивать суммы обязательства. А я на сегодняшний день, пока только... На данный момент только спрашиваю, пока по каким причинам не исполняете свои обязательства и Дальфа-банк. Мои причины не изменились. Сотрудникам банка я их уже назвал. Угу. Какие причины? Тяжелое финансовое положение. Ну, вы понимаете, что это 20 тяжелое финансовое положение, дает и у вас приведет к тому, что вы просто нато станете полностью полную сумму поплатить. В дальнейшем перейдут документы на взыскание в судебном порядке. Если вы сейчас это не начнете решать. Я понимаю. У меня спрашивают, я понимаю, я понимаю. Один? А? Услышал, Николай Домерич. Услышал, и вас. А, в чем проживаете один или супруга? Какие вопросы интересные? А вот. Вопросы достаточно интересные. Человеку 42 года, я так понимаю, вы работаете, верно? Нет. Если не работаете, то вы подрабатываете. Ну, это подрабатываю, может быть. Что значит, что? Как даже нажимать на что-то? Уж надо на что-то. Ну, хорошо. Подрабатываете, замечательно. А каким образом тогда, если вы подрабатываете, заход во что вы все вставляете? О, очень маленький. Сумму называть по телефону не собираюсь. Да и так не собираюсь никому уже называть сумму. Которую я подрабатываю. На еду хватает или нет? Сумму вы не собираетесь называть, оплату вы не собираетесь совершать. Вот этого я не говорил. В итоге вы к чему придете, задумывались? Да. Задумывался. Ну, к чему придете? А как вы считаете, к чему придете? Ну, к чему придете? Делайте к самошке непосредственно в дальнейшем просто-напросто ухудшить свое положение финансовое. Ну, каким образом я ее ухудшую, девушка? Вот как может быть ухудшить то положение, которое как-то плохое? Выдавайте сумму погашения. В дальнейшем что будет? Мне вам это нужно объяснять. Да. Вы же мне позвонили. Я вам объясняю. Ну, подводите меня в какой-то, я хотела проконсультировать меня. Портить свою предистную историю сроком до 10 лет. Я слышал цифру 15 лет уже. Нет, это старая информация. 10 лет за советую информацию. Видите, как улучшается все для заемщиков, да? В 2015 году. В 2016 году у нас были поправки. А, то есть в 2026 году я снова могу набрать кредиты. Ну, кто вам такое сказал, что вы сможете сказать? Ну, посмотрите. 10 лет все спешится, правильно? Нет, такого не будет счастья, как вы ожидаете. Ну, а почему? Ну, как почему? Ну, вы же сами говорите. В течение 10 лет я не смогу взять кредит. А после 10 лет? А после 10 лет? Ну, если вы оплатные завершите, как вы думаете? Я думаю, что данные обновятся ли что? Данные обновятся ли что? Данные обновятся ли что? А? Данные. Совершенно верно. Ну, вот, да. Сейчас вот, например, у меня испорченная кредитная история напрочь. Уже. Сейчас вот на данный момент я не смогу ни в одном банке взять кредит. Со своими трехмесячными просрочками и со своими, так сказать, банковскими обязательствами, которые я не выполняю, которых у меня достаточно много. Ну, в принципе, если вам дал банк информацию, вы являетесь дочерним предприятием Альфа-банка, да? Или вы сторонняя организация полностью? Мы играем в дочерней организации. Вот. Значит, наверняка вам банк дал информацию и мою кредитную историю наверняка у вас имеется в компьютере, да? Вы же с какой-то информацией работаете все-таки со мной? Девушка, вы чего молчите? Алло. Вы вопрос задаете один и тот же, понимаете? Если мы являемся дочерним организацией Альфа-банка, кто нам предоставил данные? Предоставил данные нам Альфа-банк. Так, это я понимаю. Я вам вопрос другой задал. Вы говорите один и тот же. Я вам вопрос задал. Есть ли у вас моя кредитная история перед глазами? Есть кредитная история ваша, что ли? Вот. Соответственно, исходя из этого... Только конкретно Альфа-банка. А только конкретно Альфа-банк. Да. Ну, это плохо. У меня-то расширенное имение. Ну, знайте, что у меня еще и другие есть обязательства. Помимо обязательства перед Альфа-банком. Которые я тоже не могу исполнять. Вот. Ну, что вы мне еще можете сказать? Это ваши сотрудники мне пообещали, что ко мне по месту регистрации завтра перенедут выездная группа региональная. Или ваши коллеги из другого? Ну, у вас это обязательно обязательно сегодняшний день. И у вас количество дней просрочной бездовольности не позволяет, что приезжали за средства сотрудников? То почему же? Всегда могут. Для меня, в принципе, ничего, никакой разницы нет. Что я буду обращаться по телефону, что так. У нас-то разговор неконструктивный. Виктор Валерьевич. Как-то неконструктивный диалог. Наоборот. Заходите поговорить, запишите номер телефона. А что можно? Вас лишний? Ваш лишний? Бесплатные линии горячие. Фу-ты, бесплатные. Зачем мне бесплатные линии? Я с вами хотел поговорить, а вы мне отказываете. Вот что? Человек позвонил мне. Я соскучился. КОНЕЦ. КОНЕЦ.